Эта история произошла с дедушкой по имени Геннадий. Он был охранником местного кладбища и работал там уже 30 лет. За все время его работы ничего необычного не случалось. Каждый день он выполнял свои обязанности, проходил обход по кладбищу, проверял заборы и закрывал ворота перед уходом. Но однажды все изменилось. Этот день был обычным осенним утром, когда Геннадий отправился на свой утренний обход. Он шел по дорожкам, оглядываясь в поисках каких-либо нарушений или проблем. Вдруг, на глаза его попались три волка, которые раскапывали свежую могилу девочки. Старик был поражен и не знал, что делать. Он никогда не видел ничего подобного на кладбище. Геннадий быстро достал свой мобильный телефон и вызвал службу от лова диких животных. Он объяснил ситуацию и попросил их срочно прибыть на место. Ответившая на вызов команда быстро приехала и смогла спугнуть волков, заставив их убежать в лес. Геннадий чувствовал себя облегченным, но его волнение не утихало. Через некоторое время на место прибыла полиция. Они решили вскрыть гроб, чтобы проверить, что произошло. Когда они открыли гроб, все были ошеломлены. Внутри они обнаружили живую девочку, она была заплаканная и испуганная. Судя по ее состоянию, она была жива. Полиция сразу же вызвала скорую помощь, которая прибыла в течение нескольких минут. Девочка была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Местные СМИ быстро распространили эту историю и она вызвала шок и удивление у всего города. Вскоре было установлено, что девочка была похищена и задушена, но ее жизнь была спасена благодаря вмешательству Геннадия и службы от лова диких животных. Это чудо вызвало невероятное сотрясение в сообществе и все были признательны дедушке и его решительным действием. Геннадий сам не мог поверить, что произошло. Он всегда считал свою работу простой и обычной, никогда не ожидая ничего такого. Это событие изменило его жизнь. Он стал героем в глазах многих и получил признание за свое мужество и отвагу. С тех пор Геннадий продолжал работать на кладбище, но теперь с новым пониманием важности своего присутствия там. Он понял, что даже в самых обычных и повседневных местах могут происходить необычные и важные события, которые могут спасти чью-то жизнь. История Геннадия и девочки стала легендой в городе. Его имя стало символом добра и надежды, а местное кладбище стало часто посещаемым местом для тех, кто ищет утешение и надежду. Геннадий остался скромным и смиренным, но он знал, что его жизнь изменилась благодаря этой истории. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории, делитесь своим мнением в комментариях. Эта история про...